Дима давай в аэропорт всем привет друзья вы на канале компании приорити авто и кто с нами уже давно знает что именно так начиналось наше давнее видео с крауном мадже стоит 2000 года кто еще не видел после просмотра этого видео обязательно переходите по ссылке в описании и зацените насколько изменилось семейство крауна а сегодня у нас аж на 14 поколение крауна в дорестайлинге дорестайлинг это значит что оптика у нас еще не изменилась выпускается с 2012 по 15 год а в пятнадцатом году уже был рестайлинг немного изменилась оптика этот автомобиль для нашего клиента с аукционов японии и это небольшой подвиг для нашей компании краун практически за минимальную цену из статистики 1 миллион 400 тысяч рублей что ниже средней цены за подобное состояние примерно на 100 150 тысяч рублей у данного автомобиля 108 тысяч километров пробег это 2015 год задний привод гибрид два с половиной литра 172 лошадиные силы всего было пять модификаций это гибрид передний привод и полный привод бензиновый двигатель просто не гибридный полный привод и задний привод и модификация с двигателем три с половиной литра на заднем приводе по комплектациям есть разброс небольшой royal salon royal salon g атлет с атлет g данный автомобиль royal salon g и это не сказать что самый жир но комплектация за эти деньги очень вкусно и здесь доводчики всех дверей то есть бесключевой доступ на каждой двери газовые упоры багажника газовые упоры капота то есть достаточно жирная комплектация велюровый салон дополнительные опции какие-то по салону круиз-контроль данной комплектации оптика с линзовая со светодиодной полоской то есть это очень хорошая комплектация за эти деньги начиная искать в эти деньги крауна именно мы не даже не надеялись подобного взять но как факт мы взяли очень хорошего крауна за достаточно небольшой бюджет из замечаний у автомобиля было только покрашена левое заднее крыло и левая задняя дверь и в остальном мелкие кодки по кузову 108 тысяч километров пробег друзья краун 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 везде крауны привыкли что это бомбическая тачка вы просто посмотрите на эту морду это крокодил который тебя вот-вот сожрет просто я сидел в эсквайре в альфарде в новом аккорде сейчас говорю именно про новые машины но когда я сажусь в крауна я понимаю за что он полюбился народу ты садишься вот на него как будто домой пришел про просто про после очень тяжелого рабочего дня садишься и тебе кайф вообще вот садил сажусь в аккорда ну хорошо красиво красиво четко там альфард эсквайр там ну все что было да ну нормально красиво хорошо сделано да а сажусь в крауна и офигенно просто офигенно друзья я понял за что его любит народ с каждым поколением он становится только лучше и лучше ну и royal salon royal salon g это же все таки у нас классика да если мы будем говорить о атлете атлет с атлет g без разницы это уже дерзость до больше молодежный какой-то стиль royal salon сохраняется в себе такие мужские именно черты серьезного мужчины который сидит на заднем сидении этого автомобиля по салон у нас друзья в традициях жирню чих краунов все обшито кожей от торпеды до вставок на дверях и подлокотники вставки под дерево также присутствует по центральной панели по дверным картам и ручка кпп также сделано под дерево кожный мультируль центральная панель у нас обновлена и вот таком виде представлена красивым управление климатом у нас также находится на центральном панели управление климатом сенсорная в принципе также управление музыкой все сенсорное есть только крутилка на громкость также понять что мы находимся именно в салоне crown royal g можем по мелким деталям расположенным на центральных панелях вообще в принципе по салону посмотрите как они плавненько закрываются плавненько открываются то есть все в традициях крауна и принципе бизнес класс из каких-то плюшек у нас автокоррекция фар омыватель фар но в принципе в основном по стандарту на руле управления музыкой дисплеем телефоном круизом автозатемняющие зеркало центральная люстра это принципе у нас все остальное по стандарту друзья как же я ошибался когда говорил что самый жир это кожа меня убедили что японии ценятся именно велюр и здесь у нас представлен салон в исполнении велюра также здесь вот эти старомодные old school of ки чехлы которые каждый наверное каждый второй из вас кажется ними не позорься но я лично я если бы купил себе этого крауна вот я бы именно чехлы эти и оставил потому что смотрится очень круто old school на но мне очень нравится напишите обязательно свое мнение как вам вот это вот old school на я школа одели бы у себя такие чехлы или нет но по поводу велюровых сидений но мое мнение что кожные смотрятся намного круче эти смотрятся да приятно аккуратно хорошо исполнена но кожа она и в африке кожа и многие из наших людей больше оценят полукожный кожный салон чем велюровый но есть конечно и люди которым именно велюровый салон друзья ну и так как подобные автомобили создавались по большей степени для тех кто любит ездить сзади тут тоже есть свои плюшки управление аудиосистемой управление климатом регулировка спинки сидения поднять опустить шторку которая перегревает свет который идет заднего стекла устроились комфортненько достали свой коньячок налили и наслаждаемся поездкой в своем крауне но рассказывать прокурку про так вот про искреннюю так крутизну этого крауна можем мы и только в россии приезжая в японию как я последний раз был в японии я вижу его на каждом углу и где 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 в такси полиции но никак не у больших дядек парадокс это у нас гибридная версия 172 лошадиных силы и расход топлива на 100 километров приборная панель выдает сейчас около 7 8 литров на 100 километров из дополнительных плюшек которые были на данном экземпляре для нашего клиента он пришел на хорошей зимней резине как раз в зиму ну и отличное состояние дам даже чернение колес японец в салоне оставил какой-то штекер по багажнику у нас в принципе все обычно здесь мы кстати друзья поменяли аккумулятор аккумулятор пришел сдохший несколько карманов большой отсек нету запаски но есть большой отсек для того чтобы положить какие-то инструменты есть домкрат и аккумулятор у нас располагается в левой части багажника и он был севший я когда полез менять оказалось что штатный аккумулятор у крауна он вентилируем и у нас остался сейчас небольшой такой охладительный шланг просто болтаться под капотом у нас друзья 2р фс е тот самый двух с половинчатый двигатель все-таки на сто семьдесят восемь лошадиных сил и вне гибридной версии он выдает 203 лошадиные силы здесь у нас гибридная установка совокупе как обычно у нас даже возможно больше чем у на у не гибридной версии лошадей потому что гибридная установка в принципе все мы знаем придает дополнительные тяги но и многим из вас интересно что же у пришедших машин с японии с маслом давайте проверим что здесь в данном крауне с маслом но здесь видим что с маслом в принципе еще все хорошо еще 1000 где-то тысячи полторы километров можно на ней на нем отъездить и поменять тем более что табличек о замене масла нету поэтому рисковать особо не стоит но экран конечно же комфортен не только для пассажиров но и в первую очередь для водителя ведь за рулем ты должен чувствовать себя вполне уверенно но и начиная от памяти положения сидений руля электропривод руля но и заканчивая системой антиюза круиз-контролем ты довольно уверенно чувствуешь себя в посадке в сидении водительском то есть как я и говорил я сел и было круто то есть крутое ощущение руль мощный который уверенно держишь но и сама динамика у крауна она достаточно уверенная как в принципе у машины с задним приводом идет очень хорошо по трассе набирает скорость просто отлично 178 лошадиных сил для седана это вполне достаточно то есть кашетка в пол и машина понеслась на всех своих лошадках очень уверенно также нужно вовремя затормозить тормоза работают очень эффективно сзади пассажир даже при наборе скорости каких-то маневров сидит достаточно ровно как я говорил как на диване нужно понимать что машина в большей степени создана для комфорта а не для гоночного трека поэтому друзья садитесь за крауна и просто наслаждайтесь поездки что касается гибридной установки не скажу что она меня прям впечатляет но и придирок каких-то к ней нет она работает достаточно хорошо как и у любой тойоты то есть мы вот идем сменит менее 60 километров в час работает и ви то есть мы не тратим наш драгоценный бензин и в принципе в таком режиме мы можем идти до 80 километров в час примерно дальше начинает уже активно работать бензиновый двигатель также нажимая гашетку в пол мы получаем работу бензинового двигателя ну и соответственно тягу в принципе да достаточно комфортно и при поездке на большие расстояния я не думаю что сама дорога вас быстро утомит но есть один минус до при внушительных размерах крауна в салоне я не скажу что намного больше места чем у обычного среднего седана ну это единственный наверное минус который я заметил то есть я достаточно высокий человек но и это немалов важный фактор для меня и где-нибудь стоя на рынке выбирая себе краун на какой-то я если бы не был с ним знаком и первый раз на него посмотрел я был бы уверен что у него в салоне там очень много места но здесь по большей степени много места сзади чем спереди но что касается расхода сейчас вот панель показывает 12 и 3 километра на одном литре это значит что где-то восемь целых две десятых литра мы потратим на 100 километров но это после того как мы немного показали ну а так в целом при смешанной езде мы получаем расход примерно 13-14 километров на одном литре что равно ну примерно 7 7 с половиной литров на 100 километров но и опять же сказать достаточно хороший показатель для машины с такими габаритами и при таком весе ну что же самый главный корабль среди седанов по цене выходит примерно от одного миллиона трех 100 тысяч в таком бук менее хорошем состоянии ну и уже начиная с хорошего состояния как мы уже поняли от одного миллиона 400 тысяч рублей и цена может доходить до двух и более миллионов рублей в зависимости от жирности комплектации от пробега особенно это касается гибридов у нас чем меньше у гибрида пробег тем более золотым он становится но посмотреть все это как всегда можно по ссылке под каждым видео в каталоге на нашем сайте каталог из статистики продаж с аукционов японии но если вам понравился данный обзор крауна наши видео в принципе подписывайтесь на наш канал ставьте лайк под этим видео пишите свой комментарий я всем желаю удачи пока priority auto автомобили и спецтехника из японии напрямую с аукционов без посредников и переплат полное сопровождение от подбора автомобиля надежной доставки до оформления документов звоните 248 55 15 16 16 16 18 19 19 19 19